Ребята, здравствуйте! С вами снова мы. Проект просто о вине. Женя, Виталий, Вадим. Привет! В последней дегустации мы сравнили каву и просека. Теперь мы сравним два образца просека. Что прикольно, что одно просек у нас примерно за 1000 рублей, 1100. Другое просека 2300 стоит, но это стоит целая бутылка вот такого объема 750 мл. У нас сейчас представлена здесь 3 за 75 бутылка, она стоит в два раза дешевле, чуть-чуть подороже, но примерно дешевле. А так... Лайфхак, бутылочка на одного человека. Почему? Я бы сказал, это бутылка на двоих, это идеальная бутылка. Я люблю бутылки. Ты сейчас должен сказать, в смысле? Ну, смотри, я лично для тебя, я люблю бутылки 3075, потому что это крутая бутылка вина, когда ты не хочешь много бухать, пить вина, но хочешь выпить. Открыл, выпил, закончил. Опять же, возвращаемся к базовым вещам, то, что рассказывали в предыдущих роликах. Просека, это всегда делается из сорта винограда Глера. Как раз Казадефра это было исключение, а здесь, насколько я знаю, это стопроцентная Глера. То есть, соответственно, тоже сравним какие есть отличия. Одно у нас блюд, другое экстра драйв. Сахара, получается, в ружере будет больше. Интересно. Что хотелось бы сказать о Просека. Опять же, это безумно крутой напиток, который пьют во всем мире. Виноградники засаживают также и в других странах. Мы уже в другом видео обсуждали, что хотим теперь попробовать бразильский Просека. Не знаю, что из этого получится. В кавычках бразильский Просека. Я не знаю, как бы. Я просто хочу попробовать. Я не знаю, не на бразильском, не на Просека, а хочу попробовать. Так вот. До 1960 года, опять же, повторимся, да, Просека было сладким. Но в связи с изменением технологий и развития виноделия, это стало качественным сухим игристым вином. Что еще хочу сказать? Все это Просека производится в регионе Венета. В коммунах Вальдебидерно и Канаглиано 60% всего мирового Просека делается. И хотелось бы отметить такой хом, кортица. Там делается безумно дорогой Просека по цене шампания. Это 107 гектаров виноградников. 140 виноделий там присутствуют. Можем ошибаться, может быть что-то уже, кто-то что-то перекупил, что-то видо изменилось. Там виноград собирается чуть позже. И на самом деле, что интересно, если вы в интернете найдете картинки, виноградники выглядят в форме амфитеатра. Вот это, да, то есть, да, это действительно на холмах. Все собирается вручную. И в отличие от всего другого, от всей другой Клера, то есть, проставка, все это собирается позже. Но цена на него практически как на шампане. Ну, я много не буду наливать его. Газаться опять, да, какая? Просто пена же стоит. А? Аж пенку, да, немножко, на раскрытое. Все равно, да. Пивная пена. Поговорим, да. Ну, для меня кислотность есть. Приятная, сбалансированная. Повторюсь, старая же дегустация этого вина. Но я не ощущаю. Я, на самом деле, что-то ощущаю уже кислотно. Я не знаю, почему мне аж мурашки, мурашки бегут. Вот мне, не знаю, мне аж вот тут даже скулы немножко подсвянули. Но при этом спиртозность почему-то сильная. Вот я прям чувствую. Спиртозность я не чувствую. Я тоже. Я очень чувствую. Для меня кислотность, хорошо сбалансированная просека. Ну, блин, идеальный вариант. Летом, в жару хороший вариант. Прям не подумать. Тут думать не о чем. Ну, по сути. Просто крутой вкус и забалансированный. Перед летом или летом, мы всегда говорим, идеально, в жару. Что мы будем говорить в тентябре? Идеально, в холод, в слякоть. Да, так, в слякоть. До этого был ролик про Розе. И там как раз мы говорили про русский произведитель. Да, пожалуйста. Идеальный там был на сентябрь, октябрь, ноябрь. Вот это вино. Дождь. Да, дождь. Ну, если интересно, посмотрите этот выпуск. Как Женя говорил в прошлом выпуске, мы из Санкт-Петербурга. Мы это видео снимаем в баре Дарвин. И в Дарвине эта просека есть? Дарвине эта просека есть. Поэтому... К сожалению. Ну, как максимум, вот. Человек будет прийти попить просто вкусное, хорошее, сбалансированное просека и покушать еду. Достаточно. Кстати, пенка такая же пивная пенка. Какая-то белая прям. Мне кажется, что оно еще светлее прям. Нет? Еще светлее прям. Нет? Еще светлее. По цвету, да, они похожи абсолютно. Нет, они почти светлее. Но, опять же, смотрите, ребят, как бы потрясали. По документам написано extra dry. Но я сейчас, пока пенка мне не уйдет, я не могу сказать тоже. Не видно. Но, давай вот так вот. Вот два варианта. Кстати, тоже. На удивление. Мне здесь кислоты есть, но ощущаю. По цвету, по цвету, посмотрите. Я бы не... Две тысячи рублей. Да, вот. Смотри, опять же, здесь, как мне кажется, опять же, кислотность в большей степени ощущается. И сама ароматика более ярко выражена, ну, действительно, во всех аспектах. По крайней мере, ты действительно носом даже, с нашим носом там, с насморком, да, или энергетическим. Мы все равно что-то чувствуем, действительно. Блин. В сравнении. Ты попробовал уже? Да. Мы первый всегда. Ну, блин, теперь он пипец, как интересно. Мы не поговорили даже про аромат, он уже попробовал. Он не нюхает. Да нет, тут аромата. Тут пить надо. Это просека, да? Ну, вот, серьезно, здесь аромата я почему-то не чувствую. Если там что-то я чувствовал, здесь... Нет, здесь, наоборот, как бы он слишком тонко как... Блин, а что у меня забит нос сейчас. Какие клевые пузырики. Во-первых, пузырики кручу, а во-вторых, действительно, какая-то... Офигеть. Это, ну, это непередаваемое ощущение, то есть... Свежесть. Не рассказать. Это прям свежесть и праздник. Да, вот действительно, вот это к празднику самое то. Блин, вот крутой вариант. Просто, вот если мы говорим, что вот это там... Текстура. Не то, что, ну, фраду уже там замызгали, да, там, на каждый день. Но вот это действительно праздник. Да. Это праздник на всех аспектах. Ружери, да. Ну, как бы давай так. Ты возьмешь что-нибудь на праздник, то вот две тысячи рублей. Блин, да. Это того стоит зайти и купить за две тысячи, это на праздник. И весь прикол в том, что, действительно, когда ты наливаешь, газация такая же, да? Ну, то есть, вот ощущая, ну, как чисто внешне. Но при опускании, там, носа в бокал, это так не стреляет ужасно, что... Удивление. Да. Та же самая газация, та же самая шапка, но нет вот этого прострела в нос, но от газа. При этом это элегантное вино. С характером. Да. Вот действительно, это действительно создается ощущение праздника. Нет, ну, как бы, я думаю, что здесь даже можно закругляться и, наверное, ставить какие-то оценки, да? Как всегда, Виталик первый. Нет, я готов, на самом деле, ещё много чего сказать про это. Ну, вот ты... Наверное, я это придержу для себя. Это, действительно, стоящий Просека. Я имею в виду Ружери. Результат налицо. Ну, естественно. Половыделка выпито. Он ощущается и в цене. Наверное, я тут, ну, десять опять же оставить не буду, это девять. Ружери – это девять. Казадефра – это та же самая шапка. Потому что для меня всё было вкусно, сбалансировано и так далее. Так же поставлю семь. Здесь я с Виталиком согласен полностью. Девятка. Да я не знаю. Почему девятка? Десять. Я ставлю десять, это увлекательно. Ну, потому что... Потому что... Куча эмоций. В сравнении, Ружери действительно фаворит. Ну, пускай это будет там... Я десятку приберегу для чего-то там космического, наверное, в своём Батьмане. Это девять, но это прям действительно такая уверенная девять и заслуженная. Как из предыдущей дегустанции, у Казадефра остаётся, наверное, шесть. Ну, за праздник. Мы с вами прощаемся. Всего доброго, да. С вами рождения и всем прочим. Всего доброго, да. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok